в окошко Куэри. Значит, корпус Оливера Хельвига это самый продвинутый санскритский корпус за последние 3000 лет и вряд ли когда-либо будет превзойден. Здесь больше 500 тысяч предложений обработаны компьютером и обработаны весьма хорошо. Корпус Оливера построен на словаре, а точнее словнике Мония Вильямса. Значит, из 200 тысяч Мония Вильямса здесь представлено 90 тысяч слов. 90 тысяч слов встречаются в тех текстах, которые представлены на этом сайте. Из них 3800 достаточно, чтобы покрыть 80% всех словопотреблений. Я понятия не имею. Лишь бы не я. Значит, 3800 слов достаточно, чтобы покрыть все 80% употреблений корпуса. То есть, если вам кажется, что в санскрите вам нужно выучить 500 тысяч слов, это не так. Достаточно выучить всего 4000. Вот. И это все становится очевидным благодаря корпусу. Корпус это не просто библиотека электронных текстов. Корпус подразумевает разметку. Разметка грамматическая. В первую очередь грамматическая. Вот. То есть, как бы, за текстами есть невидимый уровень, и он самый значимый. Потому что, если разметки нет, это не корпус, а просто библиотека текстов. Вот. Есть, например, национальный корпус русского языка. Вот он развивается последние, наверное, 20 лет, можно сказать. А вот есть корпус санскрита. Вот на сегодня корпус Оливера это аналог национального корпуса русского языка только для санскрита. Более продвинутого корпуса нет. И, повторюсь, вряд ли когда-либо будет. Вот. Моя же задача применить эти методы и углубить. То есть, взяв разметку Оливера, дополнить ее параллельным текстом на русском, немецком, английском. Русском, немецком, английском, да. И дать еще и разметку для русского текста. То есть, чтобы был размечен не только санскритский текст, но и русский. То есть, пойти дальше, чем Оливер. Пока же, в связи с тем, что у нас нет своего питаниста, мы только сделали прототип, но его еще не масштабировали. Итак, значит, раз словник мы не веримся, то надо задать какой-нибудь запрос, который есть мы не веримся. Ну, давайте какой-нибудь глагольный корень попробуем найти. Пример, идти. В смысле, по-русски прям так бы не писать? Идти? Нет, кар. Что, кар? Как кар связано с идти, скажи мне, Артем. Мне стало плохо, когда ты сказал, что идти связано с кар. Это сложности, у меня сложности. У тебя сложности? У меня сердце прихватило, а у тебя сложность называется. Значит, ну хорошо, ищи корень кар. Волокардинщику. Волокардинщику. Тут не напасешься с тобой волокардинщику, что его, колоннами, что ли, сжать? Значит, открывай и пробуй найти корень кар. То есть, напротив окошка Basic Search вводим тогда кар и нажимаем на кнопку Search. Хрен вам не говорит. Нет, хрен вам не говорит, он просто выдает тебе нулевой результат. Что это означает? Что-то поиск неправильно. Да, это означает, что ты ищешь того, чего не существует. Дальше, какие варианты? Ну, кар это, наверное, употребляется просто в тексте сам по себе корень. Нужна какая-то форма, которая будет... Ну, значит, корпус не умеет распознавать формы при вводе, значит, для этого есть другой инструмент, о котором, я надеюсь, я успею сегодня вам рассказать. Корпус не умеет этого делать. Хорошо, а ведь корпус работает так же, как корпус русского языка, Ну, корпус русского языка, можно сказать, более развит. Ну, просто там можно вводить слова, а не корни. Ясно. Ну, тогда получается, он более развит. Нужно ввести корень, но в той записи, как ее узнает Оливер. Я вам сказал, что Оливер опирается на словарь Монни Виллимса. Ну, вот уже Артем нащупывает уже, как бы, почву. Если вы нажмете на ссылку Диакритикс слева от окна поиска, там видно, видны подсказки, как выйти на тот самый К. Оливер опирается. Так, дождите, георгитик, где он вверх? да, я красиво. Кто за контур плюс парит? Так, это он предлагает, а если Деванагри набирать, чем он? А зачем? Нет, Деванагри насколько я помню, не умеет работать. Блин. Значит, кто из вас умеет работать с КиС Веб? Не умею. Программу, которую я давал вам для ввода транслита. Когда заводили? М? Когда заводили? Последний раз две недели назад. В инструкции не было программ, дали, дали, встали инструкции, потом вот она где-то есть, этот программ, все как работать неведомо. О, да. Значит, она требует двух высших образований, значит, я нашла КР. Нашла КР? Ну, конечно. Если ты ввела КР, то, конечно, нашла. Юля, получилось ввести КР? А как ты пытаешь это сделать? Сейчас у меня у меня не находит нас. Я на Деву Магеря набираю, потому что в прошлый раз так у нас все получалось, а тут как раз. Крифики можно скопировать, например, Рыб нужно. Я понял, да. Метод через попу значит, Татьяна освоен. Да, пусть. Или там 11 класс написано, но можно ее нажать. Я понял, понял. Это неудобно получился. А, вот она как пишет. да. Ctrl, Alt и R. Юля, получается? Нет, мне как-нибудь КР позади. Сейчас только не получается. Alt, да? Акуда Alt, да. Alt, мы получим. У кого получилось найти КР? У меня не получилось. И у меня тоже не получилось. Хотя... У Елены и Татьяны, да, получилось? Получилось? У меня получилось, да. Как? Ну, я не не получилось. А, все получилось, да. Санскрит Лорд. R. Поставил. Санскрит Лорд, все верно, Р, как R случилось. Иногда вообще удивляюсь, как мальчики заканчивают школу. А, как это не Юля, весь мир смотрит на тебя. Имей в виду, что я не собирался давать сложные корни. Это сам Артем вызвался. Он корни что ли? Нету сложнее корни, чем корни. Ну, давай. Давай, давай. Нет. матч простой корни позвонить с корни. Ну, хорошо. Пусть будет как ты хочешь. Жестко. Мне кажется, у нас здесь инициатива наказуема. в смысле. Не только здесь. Побывайся теперь или нет? Да нет, мы сейчас будем заходить в КР. Какие значения КР там приведены, Таня? Ну, вот я вижу, сначала существительные 9 совпадений, потом очень-очень много совпадений. 5609. Да, это, видимо, ну, это, видимо, уже могло, но я не знаю этого заключения. А сверху? Да. Это средний завод. Ну, наверное, ну, возможно, да, вот это. А, вот, средний завод от глаголов. Вот, его очень много. Ну, кого много, тот нам, тот нам нужен, кого много? Атманепада, который? Атманепада, который, он какого класса? Ну, слова нет. Да. Имейте в виду, что на самом деле с классами глаголов у Оливера беда. он их не проверял и там сплошные нестыковки, не опирайтесь на эти цифры, с классами у него беда. Хорошо, мы тогда открываем крыль, который 35609? Который 35000, да. Да, и на следующий подписан как раз перевод. Ну, то есть to make, делайте, да, наш самый. Юля, получилось? У меня Windows не работает, у меня это пока не случается. Что значит Windows не работает? Стараться или на ее бюлгейт наложил? Да, тоже на то. Что у тебя там с Windows? Конфликт, конфликт там, мирового масштаба. Что он пишет? Почему он не хочет не включить интернет? Ага, без интернета сложно использовать корпус Олег. А как тогда Юля с нами разговаривает? Вот странно, 200 миллионов демоксеров работает. Она с нами разговаривает с балалайки. О, она как. Так, ничего рассказать. Тогда по учебу интернет доходил, может, сработает? Или по-моему, собственно. Ну, можно на нем сидеть, в интернете шарить и по комнате еще ездить, он будет еще присоедать с одного времени. Он будет еще лишнюю информацию подчищать из интернета тоже. Точнее. Ну, ладно, тогда будешь смотреть видео и даже не знаешь, что это будет делать. Значит, так, заходим в КР, которого больше всего. Угу. И не обращаем внимание на его глаз, который все равно ерунда. Значит, сверху график, видите? Да. О чем это? Что за температура минус тысячи пятьсот? Да. можно это время использования. Задумывалось хорошо, то есть, чтобы было видно, чтобы было видно, когда чего, но на самом деле по факту эта штука не работает. Ее можно игнорировать. Значит, раздел миникс, если в правом углу напротив экспенд нажать на стрелочку, вам откроется значение. Видите? Да. Этот раздел бесполезный. Он взял значение Мони Вильямса и упорядочил их по алфавиту. Понимаете ли, в чем ошибка такого подхода? Должно быть упорядочивание по частотности. Нет, по частотности это принцип 21 века. Принцип 19 века это принцип исторический. Какое значение наиболее древнее, такое должно быть первым. А он сделал черти знает что. Никто не упорядочивает значение в словаре по алфавиту, потому что нет, он немец. В этом проблема. Он ведет себя как не немец, потому что упорядочить значение по алфавиту это надо еще додуматься до такой ереси. Поэтому раздел миникс здесь бесполезен. Можно его игнорировать. Дальше. occurrences это уже интересно. Еще один раз и можно вообще все игнорировать. Accurrences значит это где встречается это слово. То есть например в в Агни Пуране он встречается 78 раз из всего в 8300. Видно, да? Да. Что в разделе occurrences. А, вижу. без топиков. Топики это еще один раздел который не работает. Ага. Ты понимаешь почему я жду когда Елена станет программистом в смысле ух-ух-ух каким программистом? я говорю что я рассказываю почему в корпусе половина из всего не работает и рассказываю почему я рассчитываю на Елену что она когда матереет значит и будет ух-ух каким питанистом значит мы ее пошлем в корпус пока мы ее просто любуемся так значит вот огни пурана значит содержит 78 раз это интересно здорово закрываем раздел collapse collapse occurrences in chapters это была отличная задумка но не получилось а вот что действительно интересно это два раз значит word semantic annotations и similar and related words тоже бесполезно да бесполезно word semantic annotations тоже бесполезно а вот что здесь очень интересно очень интересно это verbal forms и derived words derived words это производные слова от этого корня производные слова начиная с апхи апхи карада и хинкарада как вы понимаете все здесь клацабельное мы как вот ну drive words это интересно но самое главное это раздел verbal forms verbal forms это просто находка нажимает показывает показывает опять перемен Какое слово мы ищем? Где мы его ищем? В смысле, тут сайт повторить? Нет, на нем дальше. Надо КР ввести, причем Р надо ввести через финал. Ну давай я тебе пошлю просто как бы сразу тот запрос, куда мы уже пришли. Так сейчас, наверное, будет быстрее. Сейчас найду, где мой телеграм. Где ты телеграм закрыл? Тогда я пошлю здесь в чате, значит, в зумовском. Телеграм закрыл, чтобы меня не отвлекало. Видна ли у тебя, Юля, ссылка? Да, я запустила, во-первых. Так, ну, попроси кого-нибудь переслать тебе. Так, значит, зашли мы и видим finite forms и опускаемся, если внизу с этого раздела, видим infinite forms. То есть, глагольные формы с окончаниями, спрягаемые и не спрягаемые. Спрягаемые и не спрягаемые. А зачем тебе значение? Для значения, о чем? Ты пользуешься параллельным корпусом. Оно же и не нужно. Тут написано вот, какое количество лиц. Ну, как бы, главное, это и так написано, да, грубо говоря. Как будет повелительное наклонение второй лицов сингулярис, Артем? Повелительное наклонение. Ты можешь воспользоваться аббревиатурами перед первым занятием Кочергиной и найти, как будет повелительное наклонение. Повелительное будущее. Повелительное что у вас? Им. Зашла, Юля? Им. Им. Раздел verbal forms открыла? Им. Какое, Марс Юрьевич, еще раз? Повелительное наклонение, второе лицо сингулярис. Второе лицо сингулярис. Крутат. Или крусва. Второе лицо сингулярис. Им. Правильно, это только частотное самое, но все остальные тоже в разделе им. Нас интересует кур. Вы сейчас на тому разделили. Или крусва. Или круто. Или круто. Курно. В этом списке хоро. Их несколько. Да. Просто можно поискать контролев, нажать и ввести то, что нужно. через поиск быстрее ввести например 20 лет начались через 20 искать очень долго будет искать надо помнить что на западе императив сокращают как им это первое как бы что нужно находить на странице нажать control of найти им то есть повелительное наклонение сокращение которое использует именно оливер про это presence это именно его обозначение это не признанная то есть одна из проблем этого сайта что оливер использует аббревиатуре который сам придумал значит разделе им 2 лицо сингулярность то есть там видно что куру есть кроме курующего товарищей что интересно с этим корнем это один из самых архаичных корней а чем корни архаичные тем у нее больше склонения поэтому него необычная парадигма спряжения он исключение он с течением времени менял свои классы то есть менял суффикс то есть этот корень менялся поэтому он такой разный это самый крутой корень санскрите от него наибольшее количество всего чего угодно производных и прочего и он весь из себя неправильный поэтому вместо как одной положенной формы повышенного наклонения делай как видите у него 3 юля получилось открыть раздел verbal формс открыла видишь о чем мы говорим там очень много а тебе надо нажать контроль ф и найти им чтобы найти повышенное наклонение поняла нашла им совершенно верно а теперь найди второе цусь и гулялись круто круто нет этот смотри ниже это не тот второй цифр который нам нужен нам нужен куру куру ну хи кружка ну вот клацаем например на куру что нам открылось из представленных в параллельном корпусе текстов какие нам в первую очередь интересны то есть чтобы установить как по-русски их переводил на примере и заринкова нам нужно найти цитату из какого текста например если насколько я вижу два раза что мы дальше будем делать какую мандал открываем 10 не уловил мы классные на кур да ну и можно скопировать какой-то отрезок не обязательно весь он весь может и не совпадать потому что у нас есть разные способы записи какой-то отрезок и вот вроде что-то нашлось до 10 мандал 10 книга против соперницы я нашел группа гимонов 10 19 а мы ищем латиницей потому что искать его на горе ненадежно ты не поверишь параллельный корпус тем и прекрасен что помимо русского перевода в нем есть санскритский текст записанный в том числе и он францитерации что такое 10 19 2 1 10 книга гимн строфа что коровы я оказался в гимне соперницы так подождите вверх и назад обратив назад допустим вверх вверх да 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 то есть получается в 145 гимне ригвете куру не означает сделай а куру встречается в некотором обороте патим ме кэва ламкуру сделай мужа только моим это другой смотри какой то это я смотрю второе вхождение а это 10 145 да я понял контур c контур c контур v оказывается как можно вы понимаете что у вас нет необходимости переводить с английского или использовать мония вильямса тем более сортированного алфавитно понимая чтобы установить перевод слова формы надо опереться на классиков ленинизма марксизма то есть елизаренков васильков невелева эрман гринцер вот наши основные опоры ну правда в данном случае вот из этой этого слова употребления куру а вы здесь не можете понять что куру это именно сделай буквально потому что в 145 гимне он встречается как часть некого фразе логизма то есть оборота и уже не в прямом таком значении а вот не в прямом да понятно вот то есть среди форм повелительного наклонения формы второго лица то есть ты они занимают 98 процентов все время что-нибудь кому-нибудь чего-нибудь и вся регведа это все время что-нибудь ничего нибудь сделай и все втором лице вот так смотрим дальше что тут есть закрыт можем оставить вернуться назад в страничку корпуса нет не интересно значит так вернулись назад и видим что махабхара там просто пестрит всеми этими куру да просто огонь как много и романина тоже так возвращаемся назад возвращаемся назад значит именно к корню куру не не к тому где он встречается именно к самому корню получилось вернуться на страницу с графиком на страницу с графиком вот на самом деле здесь не столь очевидно но значит если опуститься вниз verbal forms в раздел infinite forms там будет раздел причастий частности крыта видно это где как так вот где там есть промотаем вниз на самом деле здесь не очевидно но наши вчерашние подсчеты показывают что например чтобы переводить ромая елена треть глагольных форм это пассивные причастия прошедшего времени то есть по типу крта если вы откроете 318 страницу конспекта звездника вы увидите что как он называет эти причастия вот эти причастия вот от глагола можно много чего образовать но реально треть всех форм это будут вот эти ппп причастия что такое крта сделанное что такое самскртам самскртам это кррр крта самскртам что такое самскртам сделанное обработанное да Юля в разделе словообразов да в разделе спряжение по-моему не словообразование перед разделом спряжения перед разделом словообразования идет раздел глагольных форм там внизу есть причастие прошедшего времени члена есть у тебя лягушка путешественница лягушка путешественница а у тебя принтер то есть нет нет и ты конечно не берешь с собой в дорогу распечатанный конспект залезняка и даже не догадываешься о том что он необходим ну будет значит когда ты доберешься до цивилизации а я тебе повторно вышлю нейтронный файл а ты его распечатай с двух сторон там всего двадцать страниц двадцать две страницы кажется это займет одиннадцать страниц и она уверена что ты можешь это сделать конспект у вас всегда должен быть под рукой вы не можете выходить из дома без конспекта если вы если вы выносите мусор например вы тоже с собой берете конспект потому что если вы несколько лет не уйдете домой вынося мусор то конспект должен быть при вас значит нашел описание этих причастие григорий на 318 мне кажется что там espert но перед перестрообразованием внизу нашел Нашел? Обязательно перфект, пассив. Тут как раз как. Вот так вы телекардирует. Артем, нашел? Да, да, смотрю. Это 318 или 317? 18. 18. На 318-ю Юля открыла? Угу. Таня открыла? Я ищу конспекты, где возникал в шкафу еще раз. О, ж ты мой! Значит, это самая часто встречаемая глагольная форма в санскрите. Вот все эти та и на. Какой ступени корня Григорий требует вот, скажем, суффикс та, он требует какой ступени корня? Та. Так, задача, что ли, у меня нет? Корень та? Ну, корень, например, кр. Не важно, какой корень. Славый. А откуда ты это знаешь? Пророчек стоит перед уголочем. Все не понимают, куда смотрят Артем, и Юля не понимает. Артем, расскажи в красках. Артематический знак корня, это галочка такая с крыши. Это гнев. Вот, а теперь перед знакомым. Юля спросила, где? Начни со страницы. 18-я страница, самый низ. Какой раздел? Претеридный. 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 Ну, это просто научное название этих причастий. Просто какое-то лишнее слово. Пассивное причастие прошедшего времени. Буквально, Крта, это сделанное. Пассивное причастие. Пассивное причастие. Ты, значит, запомнил, да? О том же про изночку. Пророчек? Он где-то попадался, да, я запомнил, что это слабая цепень. Иногда в голове ответы рождаются, и я их, как бы, не стесняясь, говорю, ну, если ошибусь, то Марк Юрьевич посмеется. Да, все вижу слабые цепень. А так, вдруг угадаю, как Артем догадался про слабую ступень Юлия, Таня, Елена, поняли? Ну, Елена, я запомнил. Я вот не запомнил, что пророчек в корне зашел, что это слабая ступень. Григорий, открой 311-ю страницу конспекта и посмотри на первый абзац. Вот, да, вот это я и запомнил. Вот это я и запомнил. Да, вижу. Корень слабой ступени. Ну, тут матрица 16, собственно, таблица Атематически сильная основа и слабая основа. Тоже понятно, что это слабая. Итак, суффикс Та требует слабой ступени. Поэтому в корне, в как бы форме Крта Кррррр в слабой ступени. Мы уже с вами немножко про чередование говорили? Да. 310-я страница конспекта это чередование. Мы видим, что корень Крррр в слабой ступени Крррр, а в Гуни Будь будет как? и нет будет кар поэтому нас кар когда суффикс требует году применяется гуна когда суффикс требует в ритхе применяется в ритхе для слава образования если ты откроешь триста девятнадцатую страницу и посмотришь в разделы слова образования ты увидишь что каждый суффикс чего-нибудь требует и вот есть суффиксы которые все не поняли что я сказал да это две основные позиции все суффиксы делятся на две большие группы совершенно верно артем две основные группы суффиксов имена действия имена деятеля на эти две основные группы делятся все триста санскритских суффиксов либо что происходит либо кто это делает либо чем это делает это третье ну третье на самом деле под вид второго тогда понятно вот значит суффикс требует ступени чередования мы уже разбирали а слабая ступень это когда а слабая ступень это когда глагол относится к третьему или второму лицу да то есть сильная ступень это я делаю а слабая ступень это он делает нет нет не в ту степь пока оставь не важно разные формы требуют разных ступеней значит и мы уже разбирали пример диф нет что означает корень диф елена светится хорошо будет значит только светящиеся это причастие а корень не может иметь значение причастие корнем должен быть глагольное значение допустим светиться так что будет если мы корню диф добавим суффикс а что требует корень что требует суффикс а какой ступени требует гону требует гону требует гону что соответствует гони для и и как это вместе все будет звучать дэва дэва совершенно верно что означает дэва божество да да хорошо только это вообще-то было имя действия как божество может быть именем действия над этим ты будешь думать над этим ты будешь думать над этим ты будешь думать ночью перед сном значит дальше но есть также суффикс а который вместо гоны требует в ритхи как бы внешне такой же суффикс но по сути разные и что получается елена если мы и и ставим в ритхи дэва 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 что означает дэва это где найти я не понимаю я не понимаю в ритхи где найти не могу понять но 310 саблица если мы получили то что это дэва я понял я не понимаю вот это саму условность ну саму условность просто прими что она на 319 или 320 странице да и сам и все вижу вижу и на и то есть мы от одного корня можем образовать разные слова диф дэва да его для этого нам нужно чередование вот так вот значит причастие треть всех глагольных форм это причастие прошедшего времени поэтому этих курта очень в санскрите много если мы вернемся назад туда же еще раз к этой таблице помимо причастие в санскрите второй по частотности элемент это дея причастие это дея причастие это 319 страница конспекта 1 абзац в сокращениях оливера это абс абсолютивом и какая там форма будет абсолютивом кр 2 на 319 странице в первом абзаце нашли описание дея причастие да то есть если вы знаете как образованно пассивные причастие прошедшего времени плюс дея причастие то вы сможете перевести 40 процентов наиболее часто употребляемых глагольных форм предчастие предчастие прошедшего времени идея причастия а если вы еще подключите перфект из двадцать первого урока кочергеной то остановить вас будет невозможно и вы сможете всю ромаину прочитать за ночь да разумеется но это как бы само собой разумеется да вот что я хочу сказать корпус соединенный сознание ну как бы здесь что неудобно в корпусе здесь нет уровня обобщения здесь есть сырые данные но нету абстракции абстракцию добавляем мы то есть общество ревнителей санскрита придумала систему обобщения этих данных и на основе этого я хочу сделать методические пособия двадцать первого века все чем мы пользовались до этого это наработки девятнадцатого века для этого мне надо это визуализировать и вот то над чем я буду думать в частности завтра это как подать наглядно данные большое количество данных то есть в этом учебнике в учебнике кочергеной есть например раздел аориста в конце учебника но этих форм аориста которым посвящено по моему больше чем одно занятие они встречаются реже чем один процент во всей санскритской литературе то есть какой нибудь рамой аорист встречается там допустим четыре раза то есть для прохождения учебника чтобы вы могли поставить галочку я прошел учебник кочергеной вам дается аорист но жизни вы с ним не встретитесь а вот перфект с двадцать первого занятия без него невозможно прочитать и строчку на из рамая значит или дей причастия или вот эти причастия вообще смысл в том что учебник это учебник почти не использует данные частотности а я же считаю что это хорошо был бы учесть в общем поэтому я надеюсь если нам получится придумать как это визуализировать я в очередной раз обращаюсь к Елене Григории если у них есть идеи по этому поводу то в общем не молчите вот то есть смысл в том что мы печатаем черно-белые книги и как это передать чтобы было наглядно что важно а что второстепенно вот этот вопрос для меня пока открытый вот так это была глагольная форма теперь давайте вернемся на главное окно query и введем какое-нибудь существительное какое существительное печь да ты знаешь какой-нибудь существительное Артем знаю сомневаюсь ну как хотите ели 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 джала который вода поехали ели ела среднего рода и мужского рода на самом деле насчет трубопроводную именно означает водосточная труба кто на на ли герои я так смотрю они могут жанрируют более свободно более свободно но более свободно не значит что нет определенной закономерности и так заходим в воду и смотрим номинал формс уже не вернул формс он номинал формс через куэрри то вводим чала и заходим в средний рот значит ты не туда вела не то поделиться когда Да. Ой. Фигня какая-то. А? Нет значения. Почему нет? Тут где-то встречается. Она так встречается? Черт-те как вообще. Сложный состав. Да я просто вниз аккерусис промотал. Я значит зашел в Nominal Forms. Я зашел в JAL. В JAL два варианта всего. Один раз встречалась типа тупица какой-то. И 2908 раз встречалась вода. Зашел в воду. Здесь этот график. В Nominal Forms я экспандил его. И самое частое упоминание использовал. Комп. Комп это значит часть сложного слова. То есть например в русском языке есть слово пароход. Пар и ход это часть сложного слова. Например. Водоем. Водоем. Водо. Вот этот водо это есть JAL. Понятно? Ну. Ну вот. То есть слово JAL чаще всего является частью какого-то сложного слова. Типа не отдельно вода, а водоем. Что еще у нас в русском языке с водой есть? Водоизмещение. 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 Водосчетчик например. Водовоз. Водолей. Водовоз. Водолей. Водяной уже это другая штука уже. Это уже не подходит. Вот. То есть в санскрите в немецком языке половина слов это сложные слова. В немецком языке половина слов это сложные слова. А в санскрите две трети. Семьдесят четыре процента санскритских слов это сложные слова. И вот как раз JAL это строительный кирпич для одной такой серии слов. То есть он в сложных словах встречается чаще, чем по отдельности в падежах. Это понятно? Это тема тридцать второго занятия с Кочергиной. Вот. А в каком падеже встречается чаще всего JAL? В каком-то местном. На какой вопрос отвечает местный кирпич? В местном. Да. В местном. В местном. В местном. Где? Где? Видимо в воде там. Прорывушку. Типа в воде. Самая большая имеется ввиду. 500. Да? Что? 500, да. Клацаем на 500. И открываем, например, Ромаин. Регведа любимая для тех, кто ходит на имена Вишну. Они знают, что любой разбор имени начинается с Регведы. Значит, в Ромаине. Открыли все Ромаину? Там надо Ромаину открыть или просто до нее проскролить. Просто проскролить, а точнее не скролить, а просто выглавление на нее нажать, чтобы сразу на нее попасть. Проще проскролить. Как я так ловно. И возьмем Бала Канду, первую книгу. Видна? Тридцать седьмая, значит, тридцать седьмая шлока. Точнее, нет, тридцать седьмая глава, двадцатая шлока, вторая часть. Видна ссылка? Видно, да? Да. И клацаем на нее. Клацаем на это, клацаем на ссылку. О, даже подсвечивается. Подсвечивается. А теперь клацаем на подсвеченное предложение левой кнопкой мышки. О, даже что-то там раскрывается. У всех раскрывается. Красота. Красота какая. Например, смотрим на форму Грухи-2. Это что за форма? Так, суть по всему, это какое-то причастие действительное. Нет, это ва. Что такое абс? А, это депричастие. Депричастие. Какой суффикс депричастие? Тва. Тва, а не ва. Тва. Конечно. Тва. То есть, что означает депричастие от корня Грах? В конспекте Залезняка есть корень Грах? Нет. Тва депричастия. Надо искать. А Грах, что-то помните. Да, она есть. Гладать. Хватать. Соответственно, Грахи-2 как переводится? Схватив. Схватив. А, где вы нашли перевод? Грах, голосать пожелать. Нет, нет, нет. Не тот корень, Григорий. Где вы перевод Граха нашли? В конспекте Залезняка на 321 странице. В конспекте Залезняка. А, точно. Есть такое, да. Они тут тоже по диакритике расположены, как надо. А где именно? Вот, вижу. Грах. Схватать. А, в смысле, у Залезняка они по алфавиту. По алфавиту. По алфавиту. Ну, разумеется. Да. Идем назад к Рамаяне. Что такое? Балан. Значит, будет схватив, да? Схватив, да, Грахи-2. Как? Хватив. Бала-мальчик. Бала-мальчик. В каком падеже мальчик? Винительный падеж как на латыни будет? Как будет называться? Можно открыть список терминов перед первым уроком Кочергиной. Акузативус. Акузативус. Значит, у нас слова бывают единственного, двойственного и множественного числа. Как на латыни будет множественное число? Плюралис. 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 Совершенно верно. Плюралис. Значит, мужской род. И мужской род. Совершенно верно. То есть, это основа склонения по типу на А краткое. Мы можем открыть учебник Кочергиной и посмотреть, как склоняются слова на А краткую. В девятом занятии страница шестьдесят пятая. Видно? Наверное. Куда подевалась Таня? Я здесь. Здесь. Я тебя не вижу. На крапу. 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 Включалась. Ну и что? Нашли шестьдесят пятую страницу? Да. Смотрим. То есть, когда вы видите, что есть склонение на краткую, это базовая модель склонения в санскрете, то вы вспоминаете слово Дэ-вас или Сутас. значит а нам что попалось вот в тексте что за поддержка попался винительный но какой симуляриз или то есть это какой поддержку допустим допустим не исключено елена что именно не поняла ну а у нас там какое окончание нет балла это основа а сверху получать внутренняя санхи сработала а получается долго так да совершенно ну тут сам перевод то не столь уж простой но тем не менее очень видите здесь слово джалы соответственно и что как он как вы как вы переведете джалы в это предложение или в реку бросили но в реку по имени сараю то есть вот этот инструмент это мега инструмент итак вы можете перевести всю махабхарата нет не получится вы не поймете как использовать инструмент не учась санскрит но ты же не будешь знать что там написано ты не будешь понимать это к тому так бывает ошибка нет если ты научишься пользоваться табличками то тебе равных не будет или вся сложность что на это уходит иногда годы умелое использование табличек что такое или вернул несклоняемое несклоняемое так то есть теперь увидели как выходить на уровень текстов ну хорошо давайте можем возьмем режим сверху режим quick в менюшке видите ведем туда тоже чала и воркин контекст quick в меню отлично сразу подгружаю предлагает нам джала среднего рода так да и разного и нажмем на нужно именно джала среднего рода и возьмем шоу quick открылась а надо выбрать и джалу n надо выбрать у кого открылась красота которые видят артем у меня в меню сверху наверху там кей дабл ю айси середина верхней меню елен между экстендумный пар и параллелс вводи туда джалу это Налезают друг на друга некоторые слова. Открылась Елена. Да, он мне предлагает перевести с Латышковой. С Латышковой? Это сильно. Google Translate. Вот дурочок. Даже я там Латышкова не видел. А он-то как там его видит? Ну... Если бы был Латышкий, я бы вам сказал. Юля, у тебя получилось? Нет, мне пишет only Sanskrit letters. Так, а ты пиши, а ты что ему суешь? Он мне тоже ругался так. Я быстро печатала, нужно медленно G, потом A. Если быстро писать, он кто-то ругается. Ты что ли шустрая такая, Юля? Это значит где? Где? Что значит write? Я не поняла, какими буквами писать. Латиницей? Латиницей. 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 Короче, и каждую буковку обрабатывать, я так понимаю. Наверное, проще отправить, да? В любую ссылку прямую. Ну, можно. Отправить. То есть, этот режим показывает слово JALA в контексте. Сперва, когда оно в начале предложения, потом, когда в середине, потом, когда в конце предложения. Это понятно? Ну, после того, как вы озвучили, да, стало понятно. Я пройдя внимание, что JALA Канаторах стоит в начале. Начал крутить, смотрю, да, он меняет положение внутри предложения. То есть, есть слова, которые означают разное, в зависимости от того, кто их соседи и где они находятся. Детали понятны, а все остальное непонятно. Что значит слева, что значит справа и слово? Артем пошел в лес. Слово пошел стоит в середине предложения. Пошел бы Артем в лес. Значит, означает то же самое, что Артем пошел в лес или нет? Там присутствует бы. Значит, не только бы. Там еще порядок слов намекает на то, что пошел бы он в лес. Значит, то есть, Артем пошел бы в лес звучит мягко. А пошел бы Артем в лес звучит так, как будто, в общем, мы не хотим его здесь видеть. Вот. Хотели бы видеть его в лесу? Ну, порядок слов, как бы, все-таки, вот, имеет иногда значение. Так вот, как раз… А, то есть, это типа джало слева, джало справа? Да. Но только во всех примерах, которые тут приведены… А, это просто не вся выдержка, да? Ну, там дан кусок. Просто если в рамках предложения… Если в рамках стихотворения джало встречается первым словом, то это отдельно отмечено. Ну, тут просто таблица у меня тоже какая-то неверная. Какая-то хрень. Ну, знаешь, какие верстальщики, такие выключки. Слева одно слово, справа другое. Вообще не связанное. Ну, так это понятно, в принципе, как бы уже сверху это можно не упустить, все ясно. Кто-нибудь понял? Вот, на первом же примере… Ну, первое слово left… слева стоит джало… Слева стоит пустота. Слева ничего не стоит. Ну, оно… Это начало предложения. Просто слово… Длинное… Лево направо… Длинное слово – это самаса, сложное слово. А справа – это типа где оно встречается, но то, что там приведено… Совершенно верно. Но то, что там приведено, там его нет. Что значит его нет? Ты уже по ссылке перешел? Право – это продолжение предложения. Что значит нет, когда его там нашел? Опустившись на середину экрана… Артем, что ты путаешь нас? Тут джало… Ну, а кто тебе обещал, что будет отдельное джало? Кто тебе это обещал? Ты что, не видел, что джало чаще всего встречается как часть сложного слова? Мне кажется, вопрос с Артемом несколько в другом. Артем спрашивает, почему слово «джало», «я» там что-то, что-то не встречается в том, что написано справа. Все там встречается ровно так, как задано. Да, я понимаю. Я просто хочу пробовать объяснить, потому что, как Елена сказала, начало предложения мы видим в середине, а продолжение предложения мы видим справа. Ну, как бы оно перестроено для нашего удобства. Да, и если кликнуть вот по этой ссылке, которая до нас проверьте… Я перешел, да, я увидел… …то там будет вот это длинное слово и потом наше продолжение, которое мы видим… Это продолжение, да. Хорошо, с этим режимом достаточно. Идем обратно в корпус. Заглавное? Понятно. Идем в раздел, который заглавливаем в меню «Корпус». Есть. Есть. Который так называется «Корпус». Текст автора, время, объект. Не объект, а субъект, то есть тема. То есть в смысле раздел. Так, ну да. Комплиток, сделан, не сделан. Ну, то есть целиком приведен или частично. Показано, не показано. Бим. Это все так интересно. Дикшина, вереных словарь. Преклонность и частотность. Бим. Как выйти? Ну вот, например, идем. Находим Махабхарату. Нашли Махабхарату? Да. Нашли Махабхарату? Да. Что, прям сразу нашли? Да. Не сразу, но нашел. Она идет после какого произведения? Махабхарату. Хорошо. Ты нашел туда. Молодец. Нажимаем букву F, Frequency, напротив Махабхараты. Долго думает. Долго думает. Что-то там сидели. Что-то там серьезное. F или S? F или F? F или F. Футбол. 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 Ой, не прикольно. Есть F. с смысле субъект а у тебя буковки фа нету на клавиатуре и не влезает в экран на планшете ты попробуй все так из пылесоса зайти какое самое часто встречаемое слово григория махабхарати что означает и и а какой второй самое часто встречаемое слово махабхарати татьяна что означает какой самый часто встречаемый глагол в махабхарати не расслышал я не слышу что начать говорить юлия получилось найти не чаще чем в остальной вот для чего нужен корпус на досуге вместо шахмат ну вот пожалуй вы видели основные функции прикольно скринского корпуса оливер круто мистер мини про нам это бери словарь и флаг тебе в руки видимо да ну ты помнишь что тут со значениями у нас швах там тоже швах ну ладно вы понягчало основа основа первого лица мы единственным честным теперь же виситим все что касается корпуса этого достаточно мы если вы хотя бы иногда будете вспоминать он вам поможет у грамматики может грамматики заявляется разное корпус показывает так ли она в жизни грамматики порой заявляются вещи невероятные которые на проверку корпуса оказывается неправдивыми потому что автор и грамматик списывают друг у друг а корпус позволяет это проверить у корпуса нет автора у корпуса был программист который все это собрал вместе но автор как такового у него нет корпус это проверка насколько автор и грамматик утверждают полезные вещи а где ошибаются ну то есть целый ряд утверждения например в учебнике кочергиной несостоятельен и самый простой способ это проверить заглянуть в корпус несколько лет назад было положено начало корпусной грамматики русского языка то есть грамматики русского языка написаны на основе данных корпуса возможно в том числе национальном корпусе русского языка не только пушкин санскритская грамматика на основе корпуса еще никогда не писалось возможно мы и будем первыми если операции на толстого это будет словарь языка толстого мы же опираемся на обобщенные данные и гоголь выправить этого толстого поэтому туда еще и жуковского и маяковского докинули чтобы исправить толстого за корпусом будущее но чтобы им пользоваться надо обладать повышенным айкью и и дома вы учите наизусть две субхашаты и скорее всего если получится мы встретимся тогда уже во вторник на течение недели и надеюсь мы еще как бы я вам напомню об этом то есть смысл в том что я попытаюсь вас объединить с другой группой которая находится в том же месте где и там записи и надеюсь будут все таки зависеть от меня то есть в более стабильном режиме выдаваться более оперативно для этого мне и там там в 19.30 там 19.30 вот значит я понял это месяц не всегда ты так будешь дальше да вот я тоже надеюсь вообще смысл в том что мне надо проговорить это все с сергеем предупредить его спросить его разрешение то есть я пожалуй хочу так сделать потому что и там пять тут пять и вы в одном месте 10 человек 10 человек дольше домашку отвечают да да а вечером мы как ну можно оставить условия 4 присутствующих на занятиях 4 это минимум чисто чтобы я вообще пришел но минимум не значит что я этим доволен группы из пяти человек в восьмом занятии кочергином это означает что к десятом мы уже дойдем составе 4 за 18 лет преподавания через меня прошло уже около 500 человек поэтому статистику могу разложить по занятиям кто в каком занятии отвалили поэтому я вынужден 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 думать на вперед если только по сегодня может потом объединиться когда нас меньше станет может быть шаг объединения нет нет сейчас сейчас очень хороший шаг сейчас как раз перед грамматикой самое время то есть вы начинали как обычно то есть мысли осталось половина от тех кто начал все как все нормально вы не хуже и не лучше все как обычно к восьмому занятию остается половина и в это к этому времени обычно объединяет группу и они дальше продолжают заниматься это не потому что вы плохие все нормально не переживайте обычный рабочий процесс просто санскритские группы так устроены я уже рассказывал что на первое занятие приходило 70 человек а заканчивали пятеро это заканчивали пятеро у нас все восьмое занятие а вас уже 5 поэтому поэтому я проговорил а нас еще и 70 не было все равно пятер но к восьмому занятию это рановато одно дело пятеро к тридцатому занятия другое дело к 8 это так как я не успеваю готовить книги к изданию а это мой приоритет то я предпочитаю между вместо двух вечеров посвящать занятию один вечер они два чтобы успевать заниматься тем что для меня является приоритетом то есть подготовка вот на вы молодцы те кто ходить ходить ходят дисциплинированно и регулярно это хорошо это дает надежда что мы завершим учебник к червина через год вы его не закончите мы за год его не закончим больше это хорошо такими темпами конечно никогда дело не в темпах в МГУ этот учебник проходит за год и ничего не остается и за все годы за 20 за 18 лет что я знаю выпускников МГУ там остался один человек у меня нету задачи вас убить или истребить у меня есть задача среди вас воспитать человека который мне поможет дальнейшем поэтому мы проходим учебник в два раза медленнее чем в университете это понятно а параллельно можно начать пойти знаете ли вы где брать субхашиты да да выбираете произвольные две субхашиты и к следующему разу их готовьте в следующий раз мы начнем восьмое занятие я надеюсь все чего и все будут петь и ходить хоровод предположительно во вторник посмотрим я говорил я еще эту мысль сергею не озвучивал но смотря на то что что нас пятеро это меня настораживает я хочу действовать на предупреждение понятно да да не думает оба не варить предварительно вторника там посмотрим сработает ли этот переход уже сейчас или еще позже в общем будет понятно в самый ближайшее время хорошо если или не придется пропускать но будем как-то ее снабжать лучиками поддержки трудное время переходное что-то видимо тогда да какой-то времени так конечно хочу сидеть точно все на сегодня достаточно тогда прошу татьяну исполнить алфы гимн венгрии значит до встречи до занятия до свидания спасибо